Хей, ребятки, всем привет! Вы на канале Нинавис, с вами Борода и новая игра Handy Charney. Давайте-ка посмотрим, что она из себя представляет. Буду честен, немного уже пробежался, прошел обучение из минусов. Нужно приготовиться к тому, что обучение у вас займет, ну, сильных таки 10 минут. И пока вы не пройдете его, более сделать нечего нельзя будет. Поэтому, прежде чем получить эту сочную картинку, которую вы видите на своих экранах, нам пришлось потратить 10 минут на обучение. Исходя из обучения, я хочу сказать следующее. Эта игра вот прям, ну, сильно похожа на Raid Shadow, но, конечно же, немного слабее. Ну что ж, давайте знакомиться с боевочкой, давайте посмотрим, что здесь можно делать. Итого, мы имеем 5 персонажей, 5 ячейчек для выставления персонажей. Вот таким образом, кликая на иконку, они помещаются на поле битвы. И, в принципе, вы можете сделать нужную раскладку, такую, как вам надо. На задний план, конечно же, лучше ставить дальних стрелков, на ближний боевых. Поехали. Нажимаем битву, идет небольшая загрузочка, автобоевочка. Но, плюс скилла, вы можете делать самостоятельно. Конечно же, никто не запрещает вам поставить автопилот и делать вообще ничего не нужно будет. Но, как бы, мы же хотим поиграть немного, верно? Поэтому, для того, чтобы немного поиграть, все-таки придется прокликивать. В принципе, бой окончен, мы одержали победу. Скажу сразу, что пока проходил обучение, естественно, ни с какими сложностями я не столкнулся. Все проходится легко. В принципе, сейчас вы это видите, это уже идет не обучение, но это идет полноценное прохождение кампании. Это вторая глава, так как первую главу она заняла обучение. Пока что, как видите, мы являемся почти легко. Еще одна победа идет на копилочку. Это очень хорошо. А нам даются ресурсы. Вы, наверное, думаете, что же с ними делать? Ребят, все банально просто. Сейчас бы вот это еще пропускать. Так. Окей. Очень назойливая система покупочек, оплат и всего остального. Будь добр. Купи, пожалуйста. И это будет у вас появляться буквально после каждого второго боя. Немного напрягает. Если бы игра этого стоила, нет вопросов. Но стоит ли она, мы узнаем в конце. Этого выпуска. Так, хорошо. Мы получаем ресурсы. Основной ресурс золота. И второстепенный ресурс. Это некий эликсир. Который необходим именно для улучшения ваших персонажей. Я истинный бог. Давайте-то улучшим на несколько уровней. Важный момент. При улучшении с 10 на 11 мы открываем новые навыки для вашего бойца. Окей. Открыли. Ну, еще можно пару раз улучшить его. Хорошо. Подлили до 13 уровня. А брони у нас никакой нету. Поэтому смело можно идти дальше на боевочку. Надо же добывать дальше ресурсы. Окей. Вошли. Теперь будет еще легче. Идет. И для этого мы, как всегда, одержим баку. Мы используем навыки. И фиксируем холдунов. В принципе, очередная победа. Ну что, это вторая глава, третья миссия. Пока никаких проблем и никаких преград мы не видим. Давайте посмотрим, что будет на четвертом уровне. Отправляемся в бой. Идет боевочка. Мне не нравится, что я приблизил более битвы, чтобы более детально рассмотреть. Ну, то есть, разработчики как бы старались, но делали правильственные герои. Но они вроде бы как даже симпатичные, уникальные. И хотелось бы каждого рассмотреть. Хотелось бы приблизить, детализировать. К сожалению, пока что я этой функции не наблюдаю. Игра находится в раннем доступе. И вот для раннего доступа, знаете, ну прям очень хорошо. Что мне нравится, вот из того, что хочу выделить, Это то, что здесь есть батл пасс. Есть бесплатная версия, как всегда. То есть, за менее слабые награды. И, естественно, есть платная. Более улучшенная. С большим количеством призов. И чем дальше мы идем, тем более симпатично они выглядят. Как вы видите. Много дон валюты. Много кристаллов призыва. Много денег. Здесь же у нас идут только сундучки с содержимым. Что-то тебе на рандом может выпасть. Чтобы купить платный вариант батл пасса, тебе нужно заплатить 550 гривен. Это примерно 20 долларов. Окей. Забрали награду. И отправляемся в бой. Так, пятая миссия второй главы. Давайте пройдем ее. Используем навыки. Так, мы уже потеряли сержанта. Используем подпадение. Если вовремя не прокликнуть навык, так можно и умереть. Но не справляемся. Это великолепно. Поэтому сразу же отправляемся в нашу школу уровень, игнорируя все EPC сообщения. Потому что они меня лично раздражают. И я не хотел игру, и здесь их не обновляю. Так, окей. Используем все навыки. И получаем легкую победу. Идемаем. Идемаем. Давайте. Сделаем седьмую. Я вам просто хочу пройти вторую главу. И попробовать продемонстрировать вам босс, как я полагаю. Что первую главу я попробую. И так, а вторую главу я попробую. Что я, по крайней мере, в последнее время, в тот момент уверен, что каждый, как бы, должен быть вверх. Так, победа. Хорошо, я думаю, перед следующим этапом мы немного улучшимся. Или, возможно, подождем непосредственно десятого этапа. И перед боем, наверное, уже прокачимся. Я думаю, в принципе... А, смотри, здесь был босс. Но здесь слабенький. Это не тот босс, который должен быть в конце игры. Поэтому это страшно. Главное, вовремя использовать босс. И все будет великолепно. Так, хорошо. Да, пока тащи пильброши. Не так великолепно, как родилось. Мы даже потеряли еще двух бойцов. У нас осталось, но нахожусь за игру. Но, тем не менее, победа. И это терпимо, как по мне. Так, сколько здесь всего этапа получается? Локация 2.28. Да ладно, а что так много? Ну, окей. Так, давайте-ка немного туда вкачаемся, чтобы быстрее все это проходить. Так, ну, обычного сержанта я не вижу смысла качать. Я бы вот еще вот этого парня прокачал. То есть, а не золото, ничего, к сожалению, нет. Окей, возвращаемся назад. И проводим очередной бой. Может быть, все-таки нам удастся за этот выпуск увидеть. Босс обходится на головы. Так, сержанта сразу оттуда. Он играет очень хорошо. Но он не прокачан, и достаточно слабый, честно. А, в принципе, желание его качать, но, то есть большое желание его с другого на другого персонажа. Тогда мы сделаем призыв. Так, хорошо, одержали победу. Поэтому не вижу смысла просто тратить какой-либо ресурс на него, если мы просто банально его будем замещать. Идем в бой. Десятый этап. Так, навык первый, навык второй, третий, четвертый. Мне нравится, что улучшили полку, как и тут более массовые навыки, чем бойцы отличного боя. Это упрощает и ускоряет всю работу, прохождение этапов. Так, идем дальше. Одиннадцатый этап. Так, сержанта. Так, мы не успеваем кастовать. Он статный, очень сильно расписается на первую. Явно не играет там на руку. Ну, в принципе, у него очень слабый навык, поэтому я бы сильно на него в любом случае не рассчитывал. И, конечно же, как ранее я сказал, вам бы не рекомендовал бы его вообще. Это самый обычный, самый рядовой персонаж, который давался изначально. То есть, ну, блин, на него не стоит вообще рассчитывать. Так, двенадцатый этап. Поехали. Буду стараться максимально быстро проходить, насколько это возможно. Потому что я намерен. Я буду стараться на него. Так сказать, закрепить. Так, 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 так. Ну, поехали. Давайте-ка мы улучшим наших колдунов. Так, немножечко. Хотя бы немножечко, да? Так. Здесь один. Но здесь, наверное, не получится вообще. Окей, хорошо. А что по навыку? Навык улучшается у нас тоже за счет денег. То есть, точно так же, как и герой, так и навык. Ладно, окей, хорошо. Ну, в принципе, я немного-то улучшился. Я думаю, мне этого хватит на этот этап. Потому что там вообще на писечку не хватило. Практически была победа. Так, пошел бой. Первый придет. Персон. Дальше Влад. Лаура и Клара. Два лично. Улетели. Кастыр. Кастыр. Влад. Сержант. Я не успел. И Клара успела. И эта победа. Я же говорил, там реально немножко. А для победы. Никакой проблемы в этом я не вижу. А... Попробуем. Почему бы и нет. А вдруг... Смотри, я даже уехал сержанта кастомой. Ничего. Так, хорошо. Главное, чтобы избавиться, потому что проказ на базу. Дальше 1-1-2. Допустим, я не успел. А нет, не успел. А вдруг он не успел. Идут его там. Лара, если успеет. То, возможно, будет и шанс на победу. Но у нас идет боевка 1-1. И этот бой я проиграл. Что-то печально. Так. Мне это не нравится. Но... Скорее всего, мне придется, ребята, снять еще один выпуск по этой игре. Поэтому, я надеюсь, она вам понравилась. Если эта игра зайдет. Если вы напишите в комментариях. Блин, борода, снимай дальше. Я буду снимать ее специально для тебя. Даже если ты будешь одним-единственным. Не забывай, что в комментариях можно оставить любое свое мнение по поводу этого видео. Также в описании под видео ты можешь найти телеграм-группу, где я создаю собственную игру. Буду рад тебя там видеть. Удачи. Пока-пока.